Муниципальные пляжи. Отдыхающие занимают места, едва взойдет солнце. В этом году отмечают местные туристов как никогда много. Город подготовился. Во всей стране глава Сочи Анатолий Пахомов лично проводил рекламную кампанию по продвижению российского курорта. У каждого пляжа появился свой управляющий, закоплена мебель, установлены зонтики. Отдыхающие, как например в микрорайоне Мамайка, довольны. Здесь мне вообще все нравится. Народу поменьше, пляж пошире. Очень довольна. Я считаю, пляж Ласточка, наверное, самый лучший. Правда, образцовыми некоторые пляжи пробыли недолго. Стоит присмотреться, и картина, как с обложки журнала, дополняется совсем непривлекательными деталями. Пляж Альбатрос. Заглядываем в общественный туалет. Открыт и доступен каждому. Правда, впечатлительным лучше обходить это заведение стороной. Видимо, так и поступают сотрудники клининговой компании. Тем же, кто желает переодеться после купания в море, придется постоять в очереди. На 200 метров прибрежной полосы две кабинки. Столько же душевых, из которых исправна только одна. А посетители того же пляжа Ласточка и вовсе обходятся без пресного душа. Всего в Центральном районе посетили пять самых популярных пляжей. Проблема почти каждого – сломанный инвентарь. Вырванные замки и отсутствие крючков для одежды в кабинках для переодевания. И пресловутый мусор – свидетельство либо редких уборок, либо нечистоплотности самих отдыхающих. На недостатки пляжного отдыха с готовностью указывают туристы. Соответственно, туалеты, конечно, если вы сами видите, не айс. Очень большую очередь в раздевалке, то есть их очень мало. То есть чуть побольше бы поставить. Очень мало мусорок, честно. Я из Петербурга, и мы привыкли выкидывать мусор в мусорку. Причина таких кардинальных изменений – халатность руководителей пляжей. Именно они в ответе за порядок на своей территории подчеркивают в управлении по курортному делу и туризму. Чтобы отдыхающим было комфортно и безопасно принимать солнечные ванны, каждому пляжу через конкурс назначают управляющего. С ним администрация заключает договор с четко прописанными обязательствами. В случае их неисполнения следует предписание, а затем предприниматели рискуют досрочно завершить пляжный сезон. Мы в рамках наших мониторингов пляжей выявляем эти нарушения и выставляем требования нашим пляжникам. Мониторинг проходил вместе с представителем администрации. Снова идут на пляжи, где обнаружили недостатки. За два дня там не изменилось ровным счетом ничего. Пляж Ривьера. И там эстетики мало. Замусоренные участки, видавшие вид деревянные дорожки. Директор поясняет, такого в начале сезона не было. За пару месяцев много оборудования пришло в негодность. Есть сложности, связанные с тем, что пользователи пляжей приобретают инвентарь, благоустраивают пляжную территорию в начале сезона. Мы принимаем эти работы, видим, что все выполнено в соответствии с нашими требованиями. Но в течение сезона пользователи не обращают внимания на состояние этого инвентаря. Если инвентарь быстро ломают, его надо своевременно чинить или менять. И это тоже обязанность арендатора, подчеркивает Сергей Дамарат. Аренда пляжных территорий – это тоже бизнес, на котором предприниматели за сезон зарабатывают неплохие деньги. Такие бизнесмены в погоне за сверхприбылью не должны забывать о выполнении своих обязательств. Забывчивость им самим же может выйти боком. Туристы в следующий раз предпочтут выбирать более благоустроенные пляжи. А их в Сочи достаточно. Впрочем, душевые и кабинки для переодевания не ломаются сами по себе. Здесь в буквальном смысле приложили руку сами отдыхающие. Да и мусор на пляже приносит не ветром. Нам тоже надо быть более сознательными, потому что кто-то оставляет мусор за собой. Конечно, неприятно. Вот сегодня мы купаемся, и вот эта вот шелуха от семечек в воде. Насколько оперативно арендаторы исправят все недостатки, покажет ближайшая проверка. Мониторинг пляжа, который проводит администрация, позволяет составить и так называемый черный список. Попавшие туда предприниматели не смогут в следующем году участвовать в конкурсе на обслуживание пляжных территорий. И, по мнению властей, бизнес с испорченной репутацией не испортит впечатление гостей от отдыха в Сочи.